Доброе утро всем, кто нас слушает! Сегодня среда, 23 февраля, День защитника Отечества. У микрофона Алексей Сорокин. Открывает утреннюю программу исторический хронограф. Исторический хронограф. Здравствуйте! У микрофона журналист Евгений Слюняев. Сегодня в России и в ряде государств бывших республиках Советского Союза отмечается День защитника Отечества. Верующие отмечают праздник иконы Божьей Матери Огневидное. В истории этот день отмечен следующими событиями. В 1700 году указом Петра I введены пробы, определение примесей в драгоценных металлах и нанесение специальных знаков на изделия из них. За наложение клейма взималась пошлина. В 1717 году Петр I повелел строить дома в Петербурге, одновременно запретив строить новые каменные здания в Москве. В 1819 году состоялось новое рождение Большого колокола с колокольни Ивана Великого. Порушенный французами в войне 1812 года, колокол был заново отлит. 23 февраля 1893 года Рудольф Дизель получил патент на дизельную установку, на основе которой впоследствии был создан дизельный двигатель. В 1903 году в этот день Куба передает США базу Гуантанамо в вечную аренду. 23 февраля 1919 года основан Московский научно-исследовательский институт инфекционных болезней. Ныне Московский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени Мечникова. В 1939 году на комбинате «Североникель» в Мурманской области получен первый никель. 23 февраля 1976 года в Советском Союзе был спущен на воду атомный ледокол «Сибирь», который впервые в истории провел транспортные суда по Северному морскому пути. 23 февраля 1984 года с конвейера производственного объединения «Ижмаш» сошел 7-миллионный мотоцикл. В этот день родились патриарх Московский и всея Руси Алексий II, художник-абстракционист Казимир Малевич, советский и российский композитор Евгений Крылатов, актер, народный артист СССР Олег Янковский. Исторический хронограф Специальный репортаж В регионе продолжается системная работа по повышению оплаты труда. Вот только в ходе нее, как отметил губернатор области Алексей Русских, выявляются и грубейшие нарушения. Речь идет о так называемых черных зарплатах, когда работодатели опасаются раскрывать свои зарплатные схемы во избежание налогового времени. «Подолжаем работу над повышением среднего уровня заработной платы. И здесь в процессе выясняется очень много фактов, что где-то ее не нужно и повышать, а нужно просто обелять. Сплошь, где рядом до сих пор он скрывается. Где-то 10 тысяч платит, где-то 12. Но мы же понимаем, что таких зарплат уже нигде нет. Обычно это происходит там, где есть наличная выручка. Где есть наличная выручка, там всегда пытаются неким образом сэкономить. Поэтому работу продолжаем со всеми, с кем уже были заключены в прошлом году соглашения. В этом году заново их еще раз актуализируем уже в прицеле на 22-й год и дальше на 23-й. Поэтому постоянно эту работу ведем». Всего в текущем году органами исполнительной власти и муниципалитетами заключено 270 соглашений о повышении оплаты труда, которыми охвачено более 5 тысяч работников. Об этом губернатору Алексею Русских на штабе по развитию региона доложил министр экономического развития и промышленности региона Николай Зонтов. «Сегодня можно констатировать, что системная работа комиссий по повышению уровня оплаты труда работает во всех органах исполнительной власти, в муниципальных образованиях. Если говорить о работе в течение этого года, то уже на комиссиях проведены встречи порядка 600 организациями и предприятиями региона, заключено 270 соглашений о повышении уровня оплаты труда. Этими соглашениями на сегодняшний день охвачено 5,5 тысяч сотрудников. Если говорить вообще в целом о той работе, которую мы начали с сентября месяца, то общий охват сотрудников, которые уже в 2021 году частично и в 2022 году должны почувствовать в себе изменение уровня оплаты труда в большую сторону, это составляет порядка 65 тысяч человек. Хотелось бы отместить работу муниципальных образований. Здесь, конечно же, самое большое количество соглашений за полтора месяца заключили город Ульяновск, Меликевский район, Корсунский, Барышевский и Кузоватский районы. Им здесь, конечно, большая благодарность. Сразу видно, когда мы рассматриваем эти вопросы на областной комиссии, здесь и уровень оплаты труда по некоторым индивидуальным предпринимателям составляет ниже минимального размера оплаты труда. Здесь, конечно, мы используем новые подходы в работе наших комиссий. Это выездные заседания, встречи с трудовыми коллективами, а также непосредственно с работодателями, обсуждение вопросов развития предприятия, а также повышение уровня оплаты труда. Если говорить вообще о общем количестве заключенных соглашений в период работы наших комиссий, то оно составляет 2100. Здесь у нас план на 2022 год в соответствии с планами работами областной и муниципальных комиссий составляет 2627 соглашений, нам необходимо заключить в текущем году. Мы это понимаем, то есть, исходя из прошедшего января и первой половины февраля месяца, мы выполнили 10% от плана на 2022 год. Говоря о встречах с крупнейшими предприятиями работодателями региона, я хотел бы отметить, что на уровне губернатора состояла встреча с представителями УКБП. Это входит в группу компаний КРЕД, по итогам которой обсуждены планы развития предприятия. Предприятие является крупным работодателем, на предприятии работает 2800 сотрудников. На сегодняшний день достигнута договоренность, что по разным категориям сотрудников уровень оплаты труда будет увеличен в течение 2022 года на 15-35%. Кроме этого, в ближайшие 2-3 недели состоится такая же аналогичная встреча с ИЛ «Авиастар» компанией, которая входит в группу компаний «Объединенная авиастроительная корпорация». Здесь правительством подготовлен комплексный план развития предприятия. Здесь затрагиваются различные вопросы. Это и оказание социальной поддержки работникам предприятия, и обеспечение кадрами предприятия, и, соответственно, повышение оплаты труда по различным категориям и специальностям данного предприятия. Также запланирована встреча в ближайшие 2 недели с руководством моторного завода. Кроме этого, мы собрали график встреч со всех органах исполнительной власти. Здесь и Министерство финансов, и Министерство транспорта готовит предприятия с такими крупнейшими работодателями и холдингами России, как РЖД. Хотелось бы отметить, что вышла новая статистика от Ульяновскстата по зарплатам за ноябрь 2021 года. Здесь мы, конечно же, обращая внимание на вводимые ограничения в связи с пандемией, ожидали возможного снижения среднего уровня заработной платы по региону, однако это не произошло. Мы сохранили рост средних заработных плат по полному кругу предприятий, и средний уровень оплаты труда по состоянию на ноябрь 2021 года составил 36 432 рубля. По итогам 11 месяцев, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, рост составил 110,2. Этот рост подтверждается показателями по поступлениям налога на доходы физических лиц, он по итогам прошлого года составил 111,3%. Хотелось бы также отметить, где темпы роста заработной платы превышают среднероссийские и средние значения по Приволжскому федеральному округу, а это свыше 15%. Это такие области, как область информации и связи, деятельность научно-техническая, производство машинно-транспортных средств, металлургическая деятельность, а также производство автотранспортных средств и прицепов. Здесь же на этих направлениях сохраняется и самый высокий уровень оплаты труда, который превышает среднероссийские показатели. Так, самая высокая заработная плата отмечена в воздушном транспорте, 157 тысяч рублей в науке, разработке, химическом производстве, в области информации и связи, в сфере ремонта машин и монтажа оборудования. Здесь средний уровень оплаты труда составляет от 54 до 75 тысяч рублей. Если брать не полный круг предприятий, а статистику по крупным и средним предприятиям, то за 11 месяцев 2021 года средний уровень оплаты труда здесь составил 38 947 рублей. Отмечаем муниципалитет. Здесь, конечно же, наибольшая среднеобластная заработная плата сложилась в городе Ульяновске. Это 41 725 рублей при темпе роста 111,1%. В городе Димитровграде с показателем 41 401 рубль здесь самый высокий темп среди всех муниципальных образований Ульяновской области 112,3%. Замыкает тройку лидеров у нас Чердоклинский район с уровнем оплаты труда 39 406 рублей и с темпом роста 105%. Нам будет в дальнейшем продолжена системная работа именно по мониторингу уже заключенных соглашений. Здесь мы работаем с Федеральной налоговой службой. Квартально мы будем получать от них данные по начислениям на фонд оплаты труда в разрезе тех предприятий, с которыми уже у нас заключено соглашение. А также мы фиксируем в разрезе каждого предприятия, с кем заключено соглашение, темпы поступления налога на доходы физических лиц. Смотрим, как исполняется наше соглашение. Что касается тех работодателей, у которых заработная плата на сегодняшний день сложилась выше среднероссийских и средних по отрасли, мы завершаем работу по сбору планов индексации заработных плат на таких предприятиях. Как правило, это происходит два раза в год по итогам первого квартала и в сентябре календарного года. В планах у областной комиссии по повышению оплаты труда подписание более двух с половиной тысяч соглашений. При этом будет также проверяться соблюдение условий уже заключенных договоров. Время молодых Молодой изобретатель, студент второго курса инженерного факультета Ульяновского государственного аграрного университета Владимир Диков будет представлять наш регион на выставке Экспо в Дубае. Там он представит свой инновационный проект – почвообрабатывающий каток. Это почвообрабатывающий каток вибрационного действия, применяется в сельскохозяйственной деятельности. Он применяется до посевов или после посева. То есть он уплотняет почву и выравнивает ее. Главная суть – то, что там установлены вибродебалансиры, которые создают вибрацию, которые как раз помогают его прикатывать почву. В качестве катка является малометаллоемкость и высокая эффективность работы. Также это и за счет того, что меньше металла используется в конструкции катка. Это значит и удешевляется производство его. С этой конструкции я участвовал в национальной премии Жевского. Также вот недавно по этой конструкции был выигран конкурс УЛНОВА. Делегации на Экспо в Дубае. Там будут представлены все достижения, инновационные проекты странные. В разработке проекта принимал участие и кандидат технических наук, доцент кафедры агротехнологии, машины и безопасности жизнедеятельности Ульяновского государственного аграрного университета Вячеслав Прошкин. Он – научный руководитель Владимира Дикова, поэтому его вклад в работу тоже достаточно существенен. Его отец учился у нас в УЗИ на такой же специальности. Руководитель по дипломному проекту был мой отец Прошкин Евгений Николаевич. Когда он к нам поступал, Владислав Риков, фамилия знакомая, после этого мы с ним встретились, я с ним поговорил, обсудили. И в результате первые планы были сделать 3D-модель конструкции. В результате он меня очень удивил. За неделю буквально у нас вывел полностью 3D-моделирование в программе «Компас». После этого мы начали с ним работать. Сначала провели анализ конструкции, поняли, что именно позволит нам обеспечить лучшее качество обработки. Это как раз именно вибрационное действие. После этого анализа мы выполнили теоретические исследования. В результате мы получили именно конструкцию. После этого мы ее изготовили в металле и вот сейчас проводим исследование. В том году был первый год исследования. Как раз мы проводили, часть исследования привели в этом году, получили результаты. Очень даже обнадеживающе. В этом году, в этом лету мы уже будем продолжать дальнейшие исследования. В большей степени я помогаю ему именно с аналитической частью, помогаю именно проработать информацию. Также с изготовлением помогали. Хочется также отметить руководителя именно нашей школы научной, Курдюм Владимир Иванович, который вносит незаменимую лепку, консультирование, проработки данных наших идей, информации. Владислав еще как сырой материал, его надо направлять, помогать. И в результате получается, что мы вместе все время работаем и достигаем вот этих довольно высоких результатов. Сейчас мы по данной разработке, у нас несколько конструкций учебного ровно-чекотков, мы получили гран-президентом, точнее я получил гран-президент, как молодой ученый, кандидат наук, на продолжение данных разработок. Сейчас вот изготавливаем новую конструкцию почвоворобачивого катка, которую также будем летом исследовать. Расскажите подробнее, что это за изобретение, в чем его актуальность? Каток вообще для чего нужен? Для того, чтобы обеспечить такие показатели, как плотность и структурность почвы. Данное устройство нам позволяет с минимальными затратами энергии, при минимальном тягу мы все ли обеспечить, качественную обработку. Именно вибрации нам позволяют более качественно распределить именно почвенные комки, чтобы обеспечить плотность. При этом также за счет вибрации обеспечивается именно разрушение почвенных комков. Помимо этого, у нас конструкцией можно назвать это прутковый каток, потому что он наружный цилиндр стоит из-за прутков. Как раз прутки обеспечивают такой показатель, как гребнистость. У нас получается, где пруток ложится на почву, там получается впадина. Где промежуток гребень, но при вибрации, после скорости 7 км в час, получается идеально ровная поверхность. Как раз вот в данной конструкции за счет этого мы получаем довольно-таки высокие результаты именно по полевой схожести, именно по урожайности. Помимо этого, качественное прикатывание почвы обеспечивает увеличение полевой схожести до 10%. Ну, по крайней мере, мы получили такие результаты. И в результате, представьте, мы увеличим урожай на 10%. Это довольно-таки колоссальные результаты получились. Впереди у студента второго курса инженерного факультета Ульяновского государственного аграрного университета Владимира Дикого поездка в Дубай. Наверняка его проект займет на выставке Экспо достойное место. Ну, а мы пожелаем парню удачи. Наш край – Ульяновская область. Сегодня старший научный сотрудник литературного музея «Дом языковых» Дарья Козловская расскажет нам о памятнике Николаю Михайловичу Карамзину. Симбирский ульяновский край стал родиной писателя, издателя, главы русского сентиментализма, редактора, публициста, реформатора русского литературного языка и, наконец, историографа Николая Михайловича Карамзина. В 30-е годы 19-го столетия в дворянской среде Симбирска возникла идея увековечить память выдающегося земляка на его родной земле. Так было положено начало истории создания первого памятника в городе и одного из первых в России, установленных гражданским лицам. Ведь по правилам того времени монумент могли поставить лишь представителю императорской семьи или военачальнику. Николай Карамзин не был ни тем, ни другим. Между тем, тогда же, в начале 1830-х годов, вопрос о создании памятника принял практический характер. Просьба симбирян о разрешении на сооружение монумента и о сборе средств для этого была удовлетворена правительством в 1833 году. В Симбирске был образован комитет по сооружению памятника и объявлена всероссийская подписка. В числе жертвователей были братья Языковы, ученый, геолог-палеонтолог Петр, общественный деятель Александр и поэт Николай, Иван Иванович Дмитриев, Петр Никифорович Ивашев, Александр Сергеевич Пушкин и многие другие. По предложению министра внутренних дел Дмитрия Николаевича Блудова, особенно ратовшего за создание памятника своему другу, в Академию художеств был даже объявлен конкурс на создание проекта монумента, по итогам которого ни одна из представленных работ не получила должного одобрения. Но, наконец, была получена определенность с автором проекта. Им стал академик скульптуры и профессор Академии художеств Самуил Иванович Гальберг. Являясь представителем классицизма в русской скульптуре, он решил этот памятник в строгом соответствии с канонами и традициями этого главенствовавшего тогда в стиле в русском искусстве. Стремление к достижению идеальной красоты, эталонами которой были произведения античного искусства, приводило мастеров классицизма к изображению русской действительности в формах и образах античности. Главным элементом памятника является статуя музык Лио, стоящий на пьедестале из красного полированного гранита. Покровительница истории изображена со своими эмблематическими знаками. В левой руке она держит трубу, через которую может вещать потомству о событиях истории. А правой рукой возлагает скрижали истории на жертвенник бессмертия, делая их таким образом вечными. В данном случае она возлагает скрижали истории государства российского, созданной Карамзиным, подчеркивая тем самым значимость его труда. Для персонификации памятника были использованы грани пьедестала. В передней его грани Гальберг сделал круглую нишу, в которую поместил бюст Николая Михайловича Карамзина, а на боковых гранях он разместил два горельефа. На горельефе с северной стороны изображен эпизод из биографии историографа, происшедший в 1811 году в Твери, во дворце великой княгини Екатерины Павловны, сестры императора, где Карамзин в течение четырех дней читал фрагменты истории Александру I и его сестре. На горельефе с правой стороны историограф изображен на смертном адре, в окружении своих близких. Стоящая перед ним фортуна сыплет из рога изобилие монеты, которые становятся достоянием ребенка. Здесь в иносказательной форме изображен другой факт из последних дней жизни Карамзина, когда 13 мая 1826 года ему, тяжело больному, были пожалованы 50 тысяч рублей для поездки на лечение в Италию, для чего было приказано снарядить один из кораблей военно-морского флота. Но Карамзин умер через 9 дней после этого, а деньги были обращены в ежегодную пенсию его семейству. Поэтому он изображен на горельефе с останавливающим жестом, направленным к фортуне, как бы говоря, что все запоздало, и он не может воспользоваться ее дарами. Статуя Клио была доставлена в Симбирск летом 1843 года. Период, предшествовавший этому событию, был ознаменован решением вопроса о месте установки памятника. В связи с этим интересно донесение все того же Дмитрия Николаевича Блудова Николаю I от 4 ноября 1836 года. Сначала полагалось поставить сей памятник на близком к берегу Волги месте, которое именуется Венцом. Но Симбирский комитет нашел, что по обширности сего места монумент там поставлен и не будет производить надлежащего действия. И потому полагают, что лучше избрать площадь гостиного двора, окруженную красивыми зданиями и лежащую в части города наиболее посещаемой жителями. Я, с своей стороны, смею думать, что было бы еще приличнее и сей площади предпочесть ту, которая будет образована в самом почти центре Симбирска, между домом губернатора, гимназией и оградой женского монастыря. Вариант, предложенный Блудовым, оказался действительно удачным. Памятник Николаю Михайловичу Карамзину был открыт 23 августа 1845 года при большом стечении народа и в присутствии сыновей историографа Андрея и Александра. Похвальное слово в адрес историографа произнес историк Михаил Петрович Погодин. Впечатление на присутствовавших оказало и выступление симбирского поэта Дмитрия Петровича Азнабишина, зачитавшего стихотворение собственного сочинения. Поэт Николай Михайлович Языков, будучи в это время в Москве, узнал об открытии памятника и написал стихотворение, начинавшееся строками. Он памятник себе воздвиг чудесной, вечной, достойной праведных похвал, и краше, чем кумир, иль столбками насечный, и тверже, чем литой металл. Впоследствии площадь, на которой был установлен памятник, была названа Карамзинской, а в 1865 году она была превращена в сквер, который и по сей день называется Карамзинским. В начале 1930-х годов памятник Николаю Михайловичу Карамзину переживал сложные времена. Он был предназначен к сносу. Но стараниями, посвященные общественности, в частности известного архитектора и инженера Феофана Евтихеевича Вольцева, первый в Симбирске ульяновский памятник был сохранен и по сей день является украшением города. Вкусно и полезно С вами Наталья Юкозина. С праздником, дорогие мужчины! Как нам, женщинам, важно, чтобы вы были сильными, смелыми и здоровыми. Поэтому мы продолжаем тему мужского питания, от которого во многом зависит самочувствие мужчины. Правильное питание поддержит и мужской метаболизм, и гормон тестостерон, и гемоглобин, и мышцы. Мясо – это хорошо, но не забудьте, что его избыток все-таки вреден. Положено в день съедать столько животного белка, чтобы он соответствовал формуле на 1 кг массы тела – 1 г белка. Вот и считайте. И не игнорируйте овощи. Врач по профилактике Елена Денисова из Центра общественного здоровья все объяснит о пользе клетчатки и сбалансированном питании. Овощами и фруктами многие пренебрегают, оставляя в порядке исключение картофель, огурцы и помидоры. Но растительная пища полезна для здоровья. Она является источником многих витаминов, минералов, а также балансных веществ, то есть клетчатки, которые обеспечивают нормальное пищеварение, а также защищают от развития запоров. Тем, у кого есть склон с проблемами с дефекацией, а в еде мало клетчатки, необходимо дополнять рацион питания овощами, фруктами и зеленью. Количество жиров должно быть небольшим, но с обязательным присутствием омега-3 и омега-6 кислот. Больше всего их содержится в растительных маслах, жирной рыбе, орехах и ростках пшеницы. Ежедневно в меню должны присутствовать продукты, богатые витаминами и микроэлементами. К таким веществам относятся цинк, селен, витамин С, Е и группа В. Потребность них увеличивается в несколько раз, если у мужчин есть вредные привычки – курение или злоупотребление спиртным. Тогда восполнить дефицит только при помощи питания не получится, необходимо принимать специальные витаминные комплексы. Для поддержания здоровья необходимо исключить из питания продукты, которые наносят вред организму. Мясо – это любимая мужская пища, но оно должно быть натуральным. В составе колбас, сосисок, фастфуда, много скрытого жира, трансжиров. Они нарушают обмен веществ, повреждают сосуды и приводят к ожирению. Не относятся к здоровой пище копчености. Продукты, богатые красителями, консервантами, искусственными ароматизаторами. Поэтому любая готовая еда из магазина должна исключаться из рациона. Лучше потратить время и приготовить полноценное блюдо. К вредным продуктам также относятся сладкое и мучное. Это источник простых углеводов, которые быстро всасываются в кровь и откладываются в виде подкожного жира. Такие погрешности в питании приводят к развитию ожирения, метаболического синдрома, который включает гипертонию, сахарный диабет второго типа и атеросклероз сосудов. Алкогольные напитки, которыми часто злоупотребляют мужчины, тоже вредят здоровью. Они нарушают работу печени, приводят к накоплению в крови вредных продуктов метаболизма. Пиво содержит фитоэстрогены. Это растительные аналоги женских гормонов, которые вызывают нарушение потенции и ожирения по женскому типу. Чтобы составить правильную программу питания, необходимо взять за основу полезные продукты. Чередуя разные типы белковой пищи, включая необходимое количество жиров и углеводов, можно поддержать свое здоровье и улучшить самочувствие. Полезно для мужчин считать следующую еду. Мясо нежирных сортов – это телятина, курица, индейка, крольчатина. Жирные сорта рыбы – это сельдь, форель, скумбрия, семга. Из кисломолочных продуктов стоит уделять внимание творогу, кефиру, натуральному йогурту, ряженке, сметане и нежирным сливкам. Из растительной пищи подойдут любые овощи и фрукты. И, конечно же, не нужно забывать о морепродуктах, орехах и грибах. Говорим и пишем правильно Как хорошо уметь читать, а также писать и говорить, и чтоб непременно правильно, просто и без норовоучений, о словах, выражениях и ударениях. Об этом расскажу вам я, Мария Свешникова. Здравствуйте! Уважаемые защитники Отечества, поздравляю вас с праздником, желаю всем здоровья, благополучия и мира. И сегодня мы вспомним, как правильно написать День защитника Отечества. По правилам современного русского языка первое и третье слово нужно писать с прописной, то есть с большой или заглавной буквы. День с большой буквы, защитника с маленькой буквы, Отечество с большой буквы. Общее правило, регулирующее написание праздников, предписывает писать с большой буквы первое слово и имена собственные, входящие в название. Слово Отечество обладает особой стилистической окраской и обычно пишется с прописной буквы, как и слово Родина. В поздравлении с этим праздником написание слов останется прежним с Днем Защитника Отечества. В середине предложения предлог С пишется со строчной буквы. Также отметим правильное написание альтернативного названия этого праздника в виде даты – 23 февраля. Если речь идет о празднике, то слово «февраль» пишем с прописной буквы. Если же речь идет о простой календарной дате, пишем с маленькой буквы – 23 февраля. Например, прогноз погоды на 23 февраля, где «февраль» будем писать с маленькой буквы. Но если же мы поздравляем с праздником наших мужчин, то 23 февраля пишем с большой буквы. 23 февраль с большой буквы. И на этом у меня на сегодня все. До свидания. Утреннюю программу завершает рубрика «Этот день в истории музыки». С вами был Алексей Сорокин. До свидания. «Этот день в истории музыки». У микрофона Алексей Сорокин. Здравствуйте. В этот день появились на свет композитор, народный артист Российской Федерации Евгений Крылатов. Он написал музыку более чем к 120 фильмам и мультфильмам. В их числе гости из будущего, чародеи, приключения электроника и достояния республики. Слышу голос из прекрасного далека Голос утренней серебряный артист. Голос утренней серебряный артист. Голос утренней серебряный артист. Слышу голос из прекрасного далека Голос утренней серебряный артист. Голос утренней серебряный артист. Республики Башкортостан, народный артист Республики Татарстан Айдар Галимов. Субтитры создавал DimaTorzok Также этот день в мировой и отечественной музыке отметился несколькими знаковыми событиями. В 1957 году в штате Московской филармонии появился новый коллектив – Московский камерный оркестр. В 1970 году альбом рок-группы Doors Morrison Hotel получил золотой статус, став пятым золотым альбомом группы «Подряд». В 1978 году группа Eagles получила премию Грэмми за альбом Hotel California. В 1979 году альбом Элвиса Костелла Armed Forces получил золотой статус. В 1991 году Уитни Хьюстон с песней All The Man I Need поднялась на первое место в музыкальных хит-парадах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В 2000 году Карлос Сантана на 42-й церемонии Грэмми Мьюзик Эвордс получил 8 наград, чем повторил рекорд Майкла Джексона 1983 года. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА